Десять дней назад выступили с призывом к США возобновить сотрудничество в сфере информационной безопасности. А ответ какой-то последовал? Нет. К сожалению, так же, как и по ряду других наших инициатив по этой, считаю, очень важной теме, ответа нет. Хотя есть продолжающиеся претензии к нам по поводу нашей гиперактивности, якобы гиперактивности в информационной сфере, в вмешательстве выбора и так далее, совершенно не имеющие под собой никакого основания, никаких оснований. Весь мир сейчас смотрит за финальными аккордами президентской гонки в США. И, конечно, чего там только не происходит. Происходит то, чего раньше представить было невозможно. Но неизменно там в последние годы одно. Постоянно упоминают ваше имя. Более того, на недавних дебатах, которые вызвали такой резонанс, даже кандидат Байден назвал кандидата Трампа, цитата, щенком Путина. Вот учитывая, что они все время про вас говорят, я бы хотел задать вопрос, на который вы, наверное, бы не хотели отвечать, но тем не менее я его все-таки задам. Вот в этой гонке чья позиция, какого кандидата, кандидата Трампа или кандидата Байдена, вам ближе? Позицию кандидатов в президенты любой страны, в том числе и такой великой державы, надо прямо об этом сказать, как Соединенные Штаты Америки должны оценивать избиратели этой страны. В данном случае граждане Соединенных Штатов. Мы сторонние наблюдатели, мы не вмешиваемся по поводу взаимной жесткости, либо оскорблений, прямых, о которых вы сейчас упомянули. Что можно сказать? Это проявление уровня политической культуры или отсутствие таковой. Но мы, повторяю, тоже в это не лезем. Все это продиктовано внутренними процессами политического характера, внутреполитическими вопросами, проблемами самих Соединенных Штатов. Кстати говоря, когда кто-то пытается унизить или оскорбить действующего главу государства, в данном случае, в том контексте, о котором вы упомянули, так или иначе приподнимают нас с вами, говорят о какой-то нашей невероятной влиятельности и мощи. В известной степени это льёт, как у нас в народе говорят, воду на нашу мельницу. Но, повторяю, это всё-таки не наше дело, пусть они там разбираются между собой так, как считают нужным в контексте происходящих событий. Но, говоря о предпочтениях, что можно сказать? Мы знаем, что действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это очень ценим. Мы с самого начала, когда в первой итерации в борьбе за Белый дом он говорил об этом, мы, конечно, на это обращали внимание. Но надо объективно смотреть на вещи, которые происходили в последние годы. Да, действительно, нам многое удалось в двухстороннем плане сделать. Надо об этом сказать. Я сейчас не буду перечислять всех позитивных шагов, которые были предприняты в строительстве российско-американских отношений. Они есть, но в полной мере, конечно, не реализованы те намерения, о которых президент Трамп говорил раньше. Думаю, что это в значительной степени связано с определённым двухпартийным консенсусом по поводу необходимости сдерживания России, сдерживания развития нашей страны. Причём эта позиция носит, что называется, комплексный характер. Сдерживание по всем векторам развития – это первое. И это, конечно, является ограничителем, мы так понимаем, для действующей администрации. Кроме того, всё-таки при президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикции и ограничений. 46 раз были приняты решения по новым санкциям, либо по расширению действующих. Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Это серьёзный шаг очень. После 2002 года, когда администрация президента Буша вышла из договора по противоракетной обороне, это вот второй такой шаг крупный. И, на мой взгляд, это очень опасно для поддержания международной стабильности и безопасности в мире. Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из договора по открытому небу. Тоже нас это не может не беспокоить. Не реализован ряд наших проектов совместных, таких скромных, но, тем не менее, по созданию делового совета, экспертного совета и так далее. Тем не менее, повторяю ещё раз, товарооборот вырос за время президентства Трампа и вырос заметно, несмотря на все ограничения, даже несмотря на пандемию. Ну, вот, может, с пандемией какие-то корректировки были, но в целом такой тренд на рост товарооборота. И это хорошо, поскольку за этим рабочие места стоят, за этим деловая активность и так далее. У нас неплохо сложилась совместная работа по стабилизации мирового энергетического рынка, потому что Соединенные Штаты заинтересованы, конечно, в поддержании определенной стабильности, в обеспечении работы своих нефтедобывающих компаний и так далее. И нам удалось добиться реально хорошего совместного результата. То есть, понимаете, есть и плюсы, есть и минусы. Что касается кандидата от Демократической партии, ну, что можно сказать, мы тоже видим достаточно острую антироссийскую риторику. К сожалению, мы к этому уже привыкли, но есть и вещи, на которые тоже стоит обратить внимание. Ну, во-первых, Демократическая партия традиционно, она ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и Коммунистическая партия. Но я был всё-таки почти 20 лет, 18 лет, был членом Коммунистической партии Советского Союза. Был, честно говоря, рядовым, но, в общем, можно сказать, и идейным членом партии. И многие из этих ценностей левого характера, они мне нравятся до сих пор. Равенство, братство, что же здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле. Трудно реализуемы в реальной жизни, но, тем не менее, они очень привлекательными являются. Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для наложения контактов с представителем демократической партии. Как известно, афроамериканское население США составляет устойчивую электоральную базу, одну из электоральных баз демпартии в США. Это тоже хорошо известно. Здесь я не открываю ничего нового. Но и Советский Союз постоянно поддерживал движение афроамериканцев к реализации, обеспечению своих прав законных. Еще Коминтерн писал, что в 30-е годы, что у негритянских представителей рабочего класса и у белых рабочих один враг – это империализм и капитализм. И писали о том, что вот этот отряд может быть самым эффективным в будущей революционной борьбе. Так что вот и здесь есть нечто такое, что в известной степени, если нас не объединяет и не роднит, то является общими ценностями. Я не побоюсь этого слова, так оно и есть. Помните, человек молодой, а люди моего поколения помнят, что у нас был момент, когда по всему Советскому Союзу висели огромные портреты члена Компартии США и активного борца за права афроамериканцев – Анджелы Дэвис. Поэтому нам это кажется тем, о чем мы можем говорить, что представляет хотя бы какую-то базу для взаимопонимания. Но это далеко не всё. Например, кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьёзный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем. Поэтому я хочу повторить тезис, о котором я говорил уже неоднократно. Мы будем работать с любым будущим президентом Соединённых Штатов, с тем человеком, которому окажет доверие американский народ. Субтитры создавал DimaTorzok